В региональной службе коммуникации состоялся брифинг, посвященный итогам года областного управления образования, о достижениях, победах и инновациях в системе образования и о планах на грядущий год в материале моей коллеги Анастасии Евсеевой. Что касательно дошкольного образования, в этом году в регионе было открыто 26 детских садов на 2767 мест. В 135 детских садах созданы условия для инклюзивного образования. На базе детского сада номер 33 города Ак-Тюби открыт центр компетенций «Точка роста». Впервые пять детей социально уязвимых слоев населения получили возможность обучиться в специализированных школах-интернатах для одаренных детей. В этом году впервые в республике запущен региональный проект «Белемал». Целью которого является повышение качества образования малокомплектных сельских школ, создание условий для получения учащимся качественного образования, независимо от места жительства. 35 лучших учителей шести ведущих школ области ведут онлайн обучение для учащихся 120 школ по математике, физике, химии, биологии, английскому языку. В результате реализации проекта ожидается преодоление разрыва в качестве образования между городскими и сельскими учащимися, повышение качества образования сельских детей. В области функционирует 6 трехсменных и 50 школ с дефицитом мест. 6 школ находятся в аварийном состоянии. Для решения проблемы ведется строительство новых учебных заведений. В текущем 2022 году на 3,3 миллиарда ведется строительство 14 школ на 3920 мест. В результате решена проблема двух трехсменных школ, трех аварийных, четырех с дефицитом мест и пяти ветких предпособленных школ. Также в этом году введена в эксплуатацию одна школа на 900 мест. Для безопасной перевозки детей обновлен автопарк школьных автобусов. Приобретено в лизинг 32 автобуса. До 2025 года будет проведена модернизация материально-технической базы 282 организаций образования. Этот год принес октябренским школьникам немало побед в различных конкурсах международного республиканского уровней. По итогам республиканской олимпиады сборная команда области по качественному рейтингу завоевала звание «Лучшая олимпийская команда». Лицей-интернат «Болим-инновация» удостоен звания «Лучшая олимпийская школа» и вошел в числа 100 лучших школ Казахстана – 6 школ области. Ребята области приняли участие в 8 интеллектуальных конкурсах международного уровня, 16 учащихся стали победителями. Отметим, на сегодняшний день в области функционирует 426 школ, 577 детских садов и 42 колледжа. Анастасия Евсейва, Жанна Дельсагиев, Телеканал «Октябрье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова